Сегодня мы рассмотрим схему ограничителя разряда аккумуляторной батареи. Всем известно, что глубокая разрядка аккумуляторных батарей резко уменьшает срок эксплуатации аккумуляторов. Для того, чтобы исключить такой режим работы аккумуляторов, применяют различные схемы. Это ограничители разрядки. С появлением микросхем и мощных полевых переключательных транзисторов, такие схемы стали иметь небольшие габариты, стали более экономичными. И схема ограничителя, ставшая уже классической, показана на экране. Ее можно встретить во многих схемах радиолюбителей. Устройство предназначено для работы в составе бесперебойного источника питания. Полевой транзистор Т1 типа IRF4905 в данной схеме выполняет функцию ключа, а микросхема U1 KR142 EN19 является компаратором напряжения. При замыкании контактов S1 на схему подается напряжение с аккумуляторной батареей, но так как сам по себе транзисторный ключ открыться не может, то для его запуска введены два дополнительных элемента – конденсатор C2 и резистор R2. Итак, при появлении напряжения на входе, начинает заряжаться конденсатор C2. В первый момент начала его заряда, затвор транзистора оказывается зашунтирован этим конденсатором на общий провод схемы. Транзистор открывается, и если напряжение на аккумуляторной батарее находится выше установленного на компараторе порога, он остается открытым и далее. Если же напряжение ниже, то транзистор сразу же закрывается. Порог отключения к аккумулятору от нагрузки устанавливается резистором R3. Компаратор работает следующим образом. По мере разряда аккумуляторной батареи, напряжение на выводе номер 1 микросхемы U1 будет уменьшаться, и как только оно приблизится к опорному напряжению данной микросхемы, это напряжение 2,5 В, начнет увеличиваться напряжение и на ее выводе номер 3, что соответствует уменьшению напряжения на участке исток затвор транзистора T1. Транзистор начинает закрываться, что приведет к еще большему уменьшению напряжения на выводе номер 1 микросхемы. Возникает лавинообразный процесс закрывания транзистора T1. В результате этого нагрузка будет отключена от аккумулятора. Ток нагрузки коммутируемым данным транзистором может быть увеличен в разы при условии соблюдения теплового режима транзистора. Имеется в виду установка его на радиатор. Но не забывайте, что температуре кристалла 100 градусов Цельсия максимальный ток стока уменьшается до 52 А. Мощность стока транзистора 200 Вт в справочнике дана для температуры 25 градусов Цельсия. Резистор R1 нужен для создания необходимого тока через микросхему, который должен быть не менее 1 мА. Коденсаторы C1 и C3 блокировочные. Резистор R4 это сопротивление нагрузки. Но если последовательно с нагрузкой мы включим диод лучше с барьером шотки, то можно ввести данную схему индикатор перехода работы на аккумуляторную батарею. Это светодиод. Для экономии энергии батареи в качестве индикатора лучше взять сверхяркий светодиод и подобрать номинал токоограничительного резистора R по нужной яркости. Мы сегодня рассмотрели очень полезную схему ограничителя разряда аккумуляторной батареи. Ссылку на принципиальную схему этого ограничителя разряда вы сможете найти в описании под видеороликом. Поставьте пожалуйста лайк после просмотра. Если вы впервые на нашем канале, так же поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Мы вместе с вами знакомимся и рассматриваем интересные, полезные и несложные электронные схемы.